Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями и за тем, как они отрабатывают себя и сказываются на динамике ключевых финансовых активов. Сегодня очередной день особого внимания к фунту, к британскому фондовому рынку, к событиям вокруг Brexit. Я думаю, что можно сказать, что внимание через призму политической неопределенности к всем рисковым активам. Потому что Brexit, так же как и очень непростые отношения между США и Китаем, остаются, пожалуй, ключевыми барометрами вот этого инвесторского интереса к рисковым активам. Поэтому у нас есть в виде как раз Brexit, событий и торгового конфликта США и Китая хорошие инфоповоды, за которые мы с вами цепляемся. За этими событиями мы их оследим и понимаем, что пока они сохраняются на площадках на рынках, реально будет жарко. Потому что чем интенсивнее идут вот эти политические дебаты, чем больше выбрасывается на рынок дополнительных вводных по тому, как будут развиваться их отношения в перспективе ближайшего времени, тем более интересные движения мы видим. А за этими движениями, друзья, искрываются возможности. Давайте вкратце поговорим о ключевых фундаментальных идеях и о том, как мы действуем по ряду финансовых активов, по бренду. 58-60 сейчас котировки. В целом, друзья, ситуация не меняется уже, наверное, третью неделю подряд. Мы продолжаем консолидироваться в районе 60 долларов за баррель покупателей. Я отношу себя к числу трейдеров, которые все-таки покупают нефти. Пока что не хватает зеленых, чтобы перехватить инициативу у продавцов. А продавцы, в свою очередь, цепляются за всем известные уже страхи и опасения, связанные с дальнейшими перспективами мирового экономического роста. Для нефтянки еще эти опасения усиливаются. И ростом предложения, данные по запасам, которые также разбираются нами каждую неделю, они доказывают тот факт, что сейчас уровень запасов в Штатах находится чуть выше средней медианы за последние 5 лет. Но, как я уже отметил, это своего рода настройка, которая действительно увеличивает перекос и расхождение между спросом и предложением. Говоря о позициях продавцов, их присутствие на рынке обусловлено не только этими опасениями за темпы мирового экономического роста. Они имеют очень хорошую доказательную базу, почему они правы. Начиная от прогнозов ЦБ отдельных, которые по причине реального ухудшения экономической конъюнктуры начали активно стимулировать монетарную политику. И кончая таких наднациональных институтов, как Международный валютный фонд, также дающих оценку того, что происходит сейчас с экономикой и как ситуация будет развиваться дальше. Мы говорили с вами накануне и о Международном валютном фонде, мы говорили с вами о Китае, о китайской статистике, как это все повлияет на то, что происходит с нефтью. В отношении нефтянки, друзья, мы, скорее всего, так и останемся. Вот где-то рядом с текущими значениями пока не будет больше ясности касательно Брекзита и касательно отношений США и Китая. Кстати говоря, эта ясность может появиться уже совсем скоро, потому что на этой неделе запланированы переговоры в телефонном режиме между странами, между США и Китаем. Ну, последим, удастся ли прийти к чему-то и удастся ли нащупать базу для следующей фазы, как вы помните, трехфазных переговоров. А в отношении Брекзита все может случиться в плане разрешения гораздо раньше. Я допускаю, что сегодня очередной день Х, потому что сегодня состоится очередная попытка Джонсона протащить соглашение через парламент. Состоится и произойдет это, друзья, поздним вечером в 21.00 по московскому времени, поэтому нужно постараться быть в этот момент на финансовых рынках, держать руку на пульсе, контролировать позиции, в случае чего принимать определенное торговое решение. Доллар иена 108,62. Также мы топчемся рядом с теми уровнями, которые были зафиксированы ранее, там 108,50. Но здесь, друзья, наверное, комментарии будут такими же. Рынок пока что не может определиться ни с покупками, ни с продажами, потому что нету определенности вот в тех новостных поводах, которые я перечислил. Для Федрезерва еще есть один важный ориентир, это действие регулятора, но, опять же, не на этой неделе, это уже следующая неделя, 30 октября, когда ФРС, скорее всего, понизит процентную ставку. Вот поэтому ждем развязки и в целом я продолжаю ориентироваться сам и вас ориентировать на короткие позиции, потому что вижу очень много потенциала в них. Евро против доллара 1,1152 Бондесбанк накануне сообщил о том, что промышленное производство в третьем квартале просядет еще сильнее, но я думаю, что это ни для кого не новость, это очевидно, считывая последние отчеты. Важный комментарий заключается в том, что в этом третьем квартале спад распространится и на те отрасли, которые ориентированы, друзья, на внутренний спрос, на внутренний рынок, то есть проблемы становятся системными, еще более системными. Если раньше можно было связать ухудшение ситуации в еврозоне с неопределенностью внешней, то сейчас, мы понимаем, все, опять же, замыкается еще на и крайне скудном и слабом внутреннем спросе отсюда и большее замедление для промышленного сектора, который получает все меньше и меньше заказов. Мы ждем четверг заседания Европейского центрального банка, конечно же, там анонсирование, скажем, изменений монетарной политики новых не произойдет, но вполне возможно, что мы сможем увидеть анонс, к примеру, дополнительного снижения процентной ставки. Поэтому по евро-доллару тоже очень скоро мы получим новый триггер и будем его использовать. Фунт против доллара 1,2980. Я предлагаю оставить вчерашнюю отложку, искать возможности для продаж, потому что ситуация следующая. И хоть есть и соглашение между Англией и Европейским Союзом, хоть и было создано экстренное заседание парламента, парламент это соглашение заблокировал и обязал Джонсон опросить об очередной отсрочке. Теоретически сейчас остается совсем немножко времени, чтобы Джонсон попытался еще раз попробовать убедить Палату общин, скажем так, парламент, одобрить эту сделку. Вчера спикер Палаты общин не дал возможности это сделать. Сегодня у Джонсона эта возможность и есть. В 21.00 пройдет по Москве вечером голосование. Но вы понимаете, что совершенно другие разные часовые пояса. Скептиков много. Признают, что считают, что у Джонсона ничего не выйдет. И поэтому параллельно с каким-то напускным позитивом, что все может произойти так, как прогнозируют оптимисты, все-таки на рынке очень много комментариев сейчас о том, что будет дальше 31 октября, когда Англия выйдет на условиях жесткого Брэкзита и так далее. Я думаю, что развитие событий пойдет по негативному сценарию. Сегодня, точнее завтра на брифинге нам точно будет что обсудить, друзья, по этой повестке, потому что дальше будет с Англией, с Брэкзитом, потому что вот уже совсем скоро состоится и настанет вот этот день судьбоносный 31 октября, когда Джонсон заверял, что любой ценой выведет Англию из состава Европейского Союза. И сегодня еще хочу обратить ваше внимание, по канадцу довольно интересная, может быть, динамика. В 15.30 выйдут данные по уроничным продажам. Я ожидаю слабых цифр и жду, что пара подрастет. Поэтому предлагаю сделку по лимитсу уровня 1.3050. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.